Теперь про практику. Ни одна чужая рутина, ни один чужой написанный в книжке подход к управлению временем на вас работать не будет. Самая большая иллюзия и очень обидно, когда мы прочитали очередную книжку, мы эти книжки сделаем, а начинаем делать, мы еще не включаем, да, или не приживаемся. Для того, чтобы найти свою рутину управления временем, нужно прочитать, правда, штук 20-30 книжек. Не обязательно их прям читать, да, можно вот, ну, что называется, по косой посмотреть и попробовать на нескольких интервалах. Интервал, который вам покажет, что методология прижилась, это примерно 2-3 месяца. То есть, если вы через 2-3 месяца понимаете, что вы этим оперируете, вы каждый день так делаете, то, скорее всего, это на данный момент ваш подход. Какие-то подходы, сразу вы говорите, я не могу это сделать, он мне не подходит, но нужно пробовать. Попробовали, посмотрели, стало вам легче жить, не стало вам легче жить. Это такой проект года назад. То есть, прежде чем вы найдете свой механизм, это проект, ну, полтора-два года. Надо тестировать. При этом за это время вы почувствуете определенные, ну, уже почувствуете какие-то позитивные изменения. Долгосрочные цели. То, что говорят, как вообще абсолютно необходимая вещь для саморазвития, вы должны себе поставить там вот цель, которая вот туда. Долгосрочная цель ничего, кроме давления, она вас не оказывает. Должен быть образ, должно быть видение, что вы вообще в целом хотите. Ну, вот от себя, от своей работы, от своей жизни, ну, где-то там, да, какая-то картинка, то же самое позитивный образ, да, не такой. Но ставить себе пятилетнюю цель опасно, потому что это тоннельность. Вы будете работать на этот тоннель. Условия вокруг тоннеля будут меняться, да, эта цель уже, во-первых, может быть не актуальна. Может быть, вы поймете, что вы ее можете достичь через год, да, или вы ее можете вообще никогда не достичь. Но она вас будет все время на вас долить. У вас все время будет ощущение, представляете, прожить, вот я не знаю, это, поставить себе цель на пять лет. И пять лет жить с ощущением, вы же ее градиентно не можете разбить, да, очень, кроме денег, на самом деле, ни одна другая цель, ну, вот какими-то шагами разбить нельзя. Сегодня 100 рублей, завтра 200 рублей, завтра 300 рублей. Все остальное, оно будет очень крупное. И вы живете пять лет с ощущением, что вы ничего не успеваете, да, и что вы, наверное, не достигнете этой цели. Ну, я уже там, нет, мне кажется, еще не там. Это огромное давление, которое мешает работать. Нужны короткие цели, обязательно нужны короткие планы, короткие цели, которые просматриваются, которые вы видите, на месяц, на два месяца, там, любыми периодами, да, там, до какого-то, там, отчетной даты, до мероприятия, до, не знаю, отчетного момента какого-то, который вы чувствуете, он наступает, и вы можете сразу проверить, сделано, не сделано, как сделано, хорошо, нехорошо. Чем дольше, тем оно, во-первых, вас очень сильно уводит в то, что вы больше ничего не видите по бокам. А с другой стороны, вы начинаете испытывать сами, ну, сами на себя давите. Так что я этого не добился, я этого не достиг. Это, кстати, очень опасно для подростков. Да, вот такая история, которую, ну, на самом деле, подросткам можно сильно удолбать, особенно вот, там, период 14-18 лет. Когда, ну, говорят, ты должен себе поставить цель, что ты в 25 будешь, я не знаю, там, ведущим инженером чего-нибудь. А если не получилось, ну, вот, ну, причем по объективным причинам не получилось. Да, объективность, если человек оценивать не умеет, объективно оно или не объективно, а вот виноватым будет сочувствовать. Важно знать, конечно, системы планов. С темы планов может быть на месяц, на неделю, на две недели. Обязательно план на день. Причем про план на день я сейчас отдельно скажу. Ну, это отдельная история, как поставить план на день. Важно просматривать вперед. Например, самая простая схема, вы, например, уезжаете в отпуск. Ну, положим, с 1-го по 10-е мая вы уезжаете в отпуск. Ну, или вы планируете не работать, да, вот в это время. Вам надо отсчитать от отпуска две недели назад. И за две недели начинать убирать нагрузку. Чтобы у вас не получилось ситуации, что у вас за день до отпуска работы столько, сколько за неделю сделать нельзя. То есть это значит, постепенно вы уже знаете, что вы не берете на себя, ну, какие-то обязательства, что-то не делаете, что-то перекладываете на отпуск. Потому что вы не можете сделать за 10 дней работы объемом на 50. Ну, то есть даже если вы будете очень хотеть. А перед отпуском оно так получается. Потому что задача, которую так бы вы делали в период, в который вы будете в отпуске, вам надо их закончить до. И из-за этого вы перед отпуском находитесь в страшном состоянии, да, зажатым. А потом такая же история должна произойти после отпуска. Иначе вы его за два дня похороните. Потому что вы отдохнули, вам надо постепенно входить. Дать себе, например, неделю времени, чтобы не все то, что вы оставили, да, когда вы оставили там и вернулись, оно на вас там вот упало сверху, да, а постепенно поставить новый план, да, что, когда вы будете делать. Если есть какое-то крупное событие, которое требует от вас большого внимания. С ним такая же работа, как с отпуском. Да, к нему, от него две недели, после него две недели, недели, да, какие-то интервалы по бокам, да, с которыми мы, в которые мы сначала ничего уже не берем, например, у меня будет, предположим, конференция, да, я за неделю перестану вообще с кем-либо коммуницировать, потому что я знаю, что я все равно обязательства не выдержу. А не выдержат обязательства, я буду очень нервничать, да, и я попаду в ситуацию, в которой я буду всем должна, да, я все равно их не сделаю, и это приведет к сбою всей системы, которая у меня есть. Вы делаете общий список, у вас все дела должны быть записаны в каком-то одном списке. Они могут быть раздельны на дом, работу, еще на что-то, но единый список. И этот список в течение дня вы контролируете сами. То есть понятно, что вы все не сделаете. Вы себе выбираете две ключевые задачи, объемом, приблильно на шесть часов. Больше шести часов рабочего времени в сутки планировать нельзя, потому что вам кто-то позвонил, кто-то написал, вы там на что-то отвлеклись, у вас есть там электронная почта, еще какие-то дела, и это минимум два часа, которые у вас уйдет. То есть если вы поставите фотохронометраж своей, ну, реальной деятельности, вы увидите, сколько времени у вас есть погружной работы, например, когда вы что-то пишете, делаете сайт, ну, неважно, вот что-то такое делаете, какую-то задачу, да, а есть еще вещи, которые приходят к вам, ну, вот, потому что, потому что вам пришло, то же это нужно сделать, потому что нужно ответить, потому что кому что-то срочно нужно. И нельзя все заносить в календарь с напоминанием. В этой ситуации вы попадаете в реактивный режим. То есть у вас приходит напоминание, начинает делать эту задачу. Приходит напоминание, начинает делать эту задачу. При этом, если у вас этого не будет, вы сделали задачу, вы взяли список, и вы снова проанализировали, что сейчас лучше сделать. Вот с учетом текущих условий мне лучше сделать первую задачу или двенадцатую. Например, потому что двенадцатая короче. Я успею сейчас, потому что я чуть дольше делал первую задачу в течение дня. У меня немножко перераспределилось время, поэтому я лучше сделаю двенадцатую задачу, что-то закрою, а потом после, например, перерыва сделаю, скажем, задачу номер три. Ну, потому что на нее там будет больше времени. За счет этого у вас все время есть ощущение прогресса. Вы все время что-то делаете, и вы укладываетесь в то время, которое вам доступно. Больше шестидесяти процентов рабочего времени закрывать ни в коем случае нельзя. Это абсолютно перепланирование, из которого вытекает вот этот хвост сзади вас, который мы не успеваем. Когда куча задач, когда надо работать 24 на 7, когда, в принципе, если к 24 еще 5 часов добавить, вы все равно не успеете. Ну, вот так вот, если посчитать, все равно не получается. И если не спать, не есть и больше ничего не делать, то все равно не успеваете. Вот этот хвост приезжает, когда мы на один день запланировали 10 часов. А дальше произошла банальная, очень простая ситуация. У вас заболела голова. Вот это никто никогда не планирует. А голова болит у всех. Ну, в каком-то виде. А может заболеть голова, может быть, просто у вас потерялся фокус, упала глюкоза, там, все что угодно может произойти. Но это естественно. То есть это может, так может быть. И вы задачу вместо, например, 3 часов, которые вы на нее планировали, делали 5. А запланировано у вас, ааа, на 10. И вы уже очень сильно вылетаете. Вы и так вылетите. Но из-за того, что у вас есть дельта, которую вы оставили, у вас есть шанс доделать хотя бы то, что в эти 6 часов было запланировано. И вы день закончите с ощущением, что вы что-то сделали. Это, кстати, очень важно. Любой день должен быть закончен с ощущением, что вы сделали. Да, поэтому нужен список, и в нем красной ручкой вычеркнуто. И если вы уходите с ощущением, что вы ничего не сделали, вы на следующий день приходите с этим ощущением и начинаете делать. Это прожилаемое еще туда же, да, прожилаемое и действительное. Нужно анализировать свое рабочее пространство. Какое количество внеплана приходит, какое количество вещей у вас происходит, которые вы не можете запланировать, которые от вас не зависят. Про себя могу честно точно сказать. У меня до 70% задач в день – это задачи, про которые я вечером ничего не знала. Даже в мыслях не было, что они придут. И они у меня каждый день приходят. То, что у меня клиенты, сотрудники, еще кто-то. То есть я прихожу на работу, как у меня сегодня с утра было, я сегодня пришла на работу, думаю, сейчас я поработаю. Никого в офисе нету. Вдруг откуда-то выплывают мои коллеги. Слушай, у меня где-то короткий вопрос. Вот на 5 минут пойдем кофе попьем. И я не могу ему сказать нет, потому что на самом деле он пришел с важным вопросом, но он за собой потянул целую цепочку каких-то рассуждений, кого-то еще, как обычно, еще кого-то позвали, кто-то еще подошел. И вроде как и... С одной стороны, я могла ему сказать нет, и это было бы правильно. То есть если я разбирать это как кейс, я должна была сказать нет. Я должна была спросить, что у тебя, и зафиксировать это, и поставить другой день. Я сказала, да, потому что через день уже я в отпуск. И я понимаю, что если я ему сейчас не отвечу, то эта задача перевяжет на просто 10 мая. И меня это уже не устраивает, потому что там мне эта задача не нужна. Ну, то есть она мне сейчас, условно, не очень нужна, но лучше сейчас, чем потом. Но это вопрос про вашу аналитику в моменте, да, как вы решаете. Если задачу можно куда-то переставить на более логичное время, то это нужно обязательно сделать. Исторически, если вы возьмете свои блокноты за год, вы увидите, что происходит с вашей задачей. Вы увидите, какие задачи вы делаете быстро, сразу. Какие задачи переезжают, да, там вот ездят по плану. Ну, я обычно, я стрелочкой помечаю. То есть та задача, которая у меня приехала с предыдущего плана, я напротив цифр поставлю стрелочку, потому что значит, что она приехала, она не свежая. Да, я не пишу список больше 30 элементов. То есть я 30 элементов не писала, я дальше, что я ничего не записываю, уже потом много начинаю. Потому что мне больше 30, я в них буду. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас задачи какие-то все время едут, то их надо отдельно выписать, и с ними надо отдельно работать, да, и разбираться. Почему они едут? Откуда они взялись? Да, почему вы не можете их сделать? Как правило, вы ответ на этот вопрос находите. Да, либо это была не ваша удача, либо, например, компетенции не хватает, потому что вы ее быстро выполните, и вы, ну, условно, где-то бьете головой в стену, да, потому что вы не знаете точно, как ее делать, и все время это незнание тоже нам дает определенный барьер. И если у нас не хватает навыков, мы пытаемся к этой задаче подойти, у нас не получается, мы отскакиваем. А мы опять подходим, мы отскакиваем. Но просто зачастую мы себе не даем времени на обучение. И если нам нужно учиться, это тоже часть рабочего плана. То есть нужно запланировать? Да, сначала начну задачу разделяйте на две части. Научиться верстать сайт, например, посмотреть ролики, да, там, посмотреть чуториалы, сходить на какой-нибудь метап по этому поводу и сверстать сайт. И это одна задача под названием сверстать сайт, но разделенная на две. При этом вторая не существует без пьяной, потому что физически невозможно сделать, если вы не знаете. Вы потратите намного больше времени. Ну, честно, потому что будете копаться, будете делать ошибки, оно не будет работать, будете злиться, вы видите, все, оно не работает. И список всегда есть, вы его не записываете, вы его записываете, вы его не запоминаете. Потому что как только мы начинаем список делать, держать в голове, это съедает ресурс мозга. Сразу. Ну, то есть на держание его в голове у нас тоже уходит очень много сил. В результате получается, что мы тратим силы не на то, чтобы сделать задачу, а на то, чтобы ее донести до того момента, пока мы будем ее делать. Появилась задача, записали, а потом разобрались. Пускай у вас будет, например, один раз в неделю, в субботе, ну, неважно, воскресник, понедельник, понедельничник, все что угодно. Когда вы чистите ваши задачи? Вот оно нападало за какие-то задачи, вы их еще не брались. Открыли, посмотрели, во-первых, оно все ли актуально. Иногда бывает, по принципу не терапись, исполнять отменят. Некоторые задачи сначала появляются, потом отваливаются, а списки дел висят. Почистили, разобрались, пошли дальше. Очень важно, чтобы мы с вами всегда помнили, что в жизни есть случайность, есть такая штука, как среднее значение. Мы переоцениваем многие вещи и говорим, что... Да, о всем. Мы переоцениваем, во-первых, значение случайностей, количество случайностей, которые в нашей жизни абсолютно не запланированы, мы с ними ничего сделать не можем. И в некоторой случайности, на некоторой случайности правда надо им уделить время, и иногда просто бывает хорошая погода, и надо пойти погулять с детьми, потому что весна, и вот вам просто это мысль пришла в голову, и вы это не планировали. От этих двух часов счастья у вас будет намного больше ресурсов, и ничего страшного, ни с кем не случится на самом деле. Да, но это даст вам чувство наполненности от той роли, где вы там родители, где вы супруг, ну и так далее, да, то, что не рабочее. Потому что время, оно не только рабочее, время, оно еще личное. Есть такая штука, как среднее значение. Почему я говорю про анализ плана? Посчитайте, сколько времени вы на самом деле тратите на задачи. Вот по-честному. Возьмите, поставьте таймфрекер. Есть такие программы, которые ставятся на компьютер, которые следят за временем. Вы нажимаете кнопку, он вам отсчитывает, сколько времени вы что-то делаете. Вот возьмите и по-честному скажите, когда я себе говорю, что я сделаю это за два часа предыдущие два года, почему это укладывалось в 12? То есть, оно шло, почему оно сейчас в два? Потому что я переоцениваю себя наиболее, наиболее вероятно так. Мы себя переоцениваем, нам кажется, что мы можем это сделать быстрее, да, у нас мало времени, мы пытаемся там это сжать, а есть статистика. И против статистики вы ничего не сделаете. А мне казалось, что я очень быстро пишу статьи до тех пор, пока я не поставила трекера. Потом я узнала, сколько на самом деле времени у меня уходит, ну скажем, на пятистраничную статью. Да, вот в реальной жизни. С учетом, куда я полезла, куда я почитала, ну каких-то исследований, картинки нарисовать и все остальное, у меня в реальной жизни уходит намного больше времени, чем мне казалось. И вот тут мне стало легче. И последнее. Не думайте про белого медведя. Не нужно думать про проявление временем, это очень сильно утомляет. Должно быть время, когда вы этим занимаетесь. Выделенное время, один, там, предположим, час в неделю, два часа в неделю, ну в зависимости, сколько вы можете, выделиться, может быть, два часа в месяц. Когда вы делаете раскупки, вы смотрите, что вам надо сделать, что вам не надо сделать, и так далее, какие у вас есть задачи, какие у вас нет задач, что вы считаете важным, почему вы считаете это важным, когда вы отвечаете на все эти вопросы, про почему, зачем, почему сейчас это нужно делать, почему это сейчас не нужно делать, ну и так далее. Когда вы тут делаете расчистку. И вот в это время нужно думать про управление временем. Все остальное, это время, это списки, 60% от основной нагрузки вы планируете, остальное вы оставляете на случайность. И немножко математики, посчитать, сколько на самом деле времени, на какую задачу уходит. Вот. И правда, время должно найтись. Попробуйте. Спасибо.